Приветствую вас, друзья! К сожалению, поводом для сегодняшнего видео стало не самое приятное событие, которое произошло в нашей стране. Возможно, вы знаете, что несколько дней назад, при попытке пересечения белорусско-польской границы, был задержан журналист Владимир Чуденцов. Ему подбросили, ну как мы уже можем сейчас говорить, потому что обстоятельства этого дела наводят именно на такое соображение. Были подброшены наркотики, его якобы там нашли в сумке что-то. Понятно, что нормальный человек такого делать не будет, он даже не пил то, что там употреблять или торговать. Наркотики ему подбросили, есть даже свидетельство того, кто и при каких обстоятельствах это сделал. Но не это суть. Суть в том, что сейчас в Беларуси возрождается практика, активная практика жестких политических репрессий. Чуденцова подбросили наркотики не просто так, потому что кому-то захотелось бы играть и добавить еще плюс одного осужденного по 328 статье. Нет. Чуденцов попал под прессинг из-за своего активного участия в съемках фильма «Лукашенко. Уголовные материалы». Он помогал блогеру Нехта редактировать текст и сделал многое для того, чтобы этот фильм вышел и люди узнали правду о преступной сути режима правящего сейчас в Беларуси. Я не был лично знаком с Владимиром, но я слышал много отзывов от Николая Масловского, от других людей, которые с ним сталкивались, когда-то работали с ним, просто знают, что это за человек. Человек он неоднозначный, но это не важно. Главное сейчас это то, что в Беларуси оказывается давление на журналистов, на активистов. И это дело Чуденцова практически один в один под копирку идет, как российское дело журналиста Голунова. В том случае общественности удалось отстоять Голунова. И несмотря на то, что в России также правит фашистский диктаторский режим, под напором общественности они вынуждены были выпустить Голунова. Я надеюсь, что мы также проявим солидарность. Не надо спрашивать, кто для вас Чуденцов, почему вы должны это делать. Потому что Чуденцов это вы. Чуденцов это я. Это мы все. Потому что если сейчас мы не проявим солидарность и не поможем сделать так, чтобы этого человека отпустили, завтра они придут за вами. Но уже никто не напишет, потому что Чуденцов и такие как он, люди, которые не боятся говорить правду, они будут уже там. Поэтому я призываю вас всех, давайте вместе выступим за свободу журналиста Владимира Чуденцова. Пускай каждый, кто неравнодушен к тому, что в Беларуси врушают свободу слова, оказывают политические репрессии против журналистов. Сделай такое же заявление. Фото, видео, напишет где-либо текст. Фри Чуденцов, либо свободу Чуденцову. Давайте вместе поддержим его, потому что он это мы.